Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского в студии работы Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Аким города поставил точку в опросе с жильем для детей-сирот. Где сейчас гарантия того, что этот месяц опять пройдет и опять какие-то проблемы не возникнет? Я гарантирую. За незаконную охоту задержали двух жителей поселка Агадырь. Под Жизказганом приземлилась капсула корабля «Союз» с тремя космонавтами на борту. Аким города поставил точку в опросе с жильем для детей-сирот. Напомним, 17 выпускников детских домов получили квартиры в доме реконструированном и здании бывшей поликлиники. Однако это жилье является временным. Именно поэтому приватизация квартир осуществляться не будет. За проживание жильцы должны будут платить от 1000 до 1500 тенге в месяц в зависимости от квадратуры квартиры. Плюс, разумеется, коммунальные расходы. С каждым из детей-сирот будет заключен договор найма. При этом место в очереди сохраняется. Таким образом, через определенное время каждый из них сможет получить квартиру в более комфортабельном доме и квадратурой, соответствующей составу семьи. Пока не дойдет очередь, сироты могут спокойно проживать в этом доме, пользоваться подаренной мебелью и другими благами. Почему мы должны были дойти до такого состояния, до такого проблем, до создания сейчас, этого скандала? Почему нам через 15 дней обещали выдать договора? Почему такие же договора, как сейчас вы сделали, через 15 дней тогда не сделали, и временные, чтобы мы могли с коммунальщиками заключить договор? Почему это сейчас и с коммунальщиками идет у нас в родноклассе? То, что жить здесь можно будет спокойно и без проблем, пообещал сам Аким города, Мейрам Смогулов. Где сейчас гарантия того, что этот месяц опять пройдет и опять какие-то проблемы не возникнет? Я гарантирую. Динара Сартаева, Сергей Высокосов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Автопарки объединились. Сегодня Временная комиссия по тарифу на проезд посетила еще двух перевозчиков. Автопарк номер 5 и таксокомбинат. Что удивило членов совещательного органа, вы узнаете в следующем сюжете. Здесь же производится замена сидений, а все снимается. Здесь снимается сидение, у нас есть вот пошивочный цех. Это главный инженер автобусного парка номер 5. Сегодня он знакомит депутатов и общественников с хозяйством предприятия. Рассказал о том, что изменилось с тех пор, как последний раз подорожал проезд. За последние два года перевозчик приобрел 21 новый автобус. А вот зарплату повысить не может. Отсюда и нехватка персонала, а значит и сокращение графиков движения. На данный момент в связи с отсутствием водительского состава, из-за очень низкой заработной платы, которая составляет в среднем где-то 80-85 тысяч тенге, произошел отток водительского состава. И поэтому у нас регулярность на данный момент составляет порядка 80-85%. Для стабильной работы автопредприятию нужен тариф как минимум 80 тенге. Хотя, в отличие от автопарка номер 3, у пятого нет многомиллионных долгов перед кредиторами. Тем не менее, каждый маршрут, говорят, здесь убыточный. Насколько обоснованы такие запросы перевозчиков, будут решать члены временной комиссии. Данное предприятие уже более 30 лет существует. Да, нужно здесь модернизировать. Старый транспорт видно, здания уже давно построены, нужны вложения. Но это все мы изучим комиссионно, дадим рекомендательного характера свое заключение. А это уже компания таксокомбината. Они обслуживают пять городских маршрутов. Здесь свои станции техобслуживания, моечные комплексы. Часть территории автопарка сдана в аренду. Но даже арендные сборы не покрывают расходов, к примеру, на коммунальные услуги. В общем, проблемы все те же. Несем убытки при перевозке пассажиров. Соответственно, нам нужно увеличение тарифа для покупки, для обновления подвижного состава, для развития, для того, чтобы содержать все это предприятие. Расчет делался, и порядка там было 80-ти мы выходили на тариф. Это уже четвертый перевозчик, который просит тариф в 80 тенге. Члены временной комиссии очень удивились такому положению дел. Ведь автопредприятия разные, стало быть, подвижной состав различается, да и условия труда совсем не одинаковые. Откуда такие расчеты, непонятно. Все автопарки в один голос говорят, что вот тариф надо поднимать именно на 80 тенге. Хотя мы видим, что есть среди перевозчиков, пассажиров и небольшие компании, есть большие компании, вот как сегодняшние. Конечно, тут однозначно говорить о том, что есть какой-то сговор, конечно, сложно, это надо доказывать. Но, конечно, удивляет, что именно 80 тенге, как будто вот этот тариф им всем одинаково поможет. На будущей неделе членам временной комиссии предстоит побывать еще в нескольких автопарках Караганды. По итогам выездов будут выработаны рекомендации. На их основании представители депутатского корпуса будут решать вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте. Ирина Камышова, Жасулана Мадыков, Первый Карагандинский. Далее короткая реклама, оставайтесь с нами. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Под Жизказганом приземлилась капсула корабля «Союз» с тремя космонавтами на борту. Сегодня Караганда встретила космонавтов в международном аэропорту Сары-Арка. О необычайных экспериментах и жизни на орбите расскажет наш корреспондент. Сегодня рано утром под Жизказганом совершил посадку спускаемая паратранспортного пилотируемого корабля «Союз». Почти полгода в невесомости. И, наконец, космонавты Павел Виноградов, Александр Мисуркин, а также астронавт Кристофер Кэссади вернулись на Землю. Безумно приятно находиться здесь. Действительно, святая земля, на которой прилетают, садятся, возвращаются из полетов в магии экипажа. По традиции, Акимгородомирам Смогулов подарил гостям чепаны и статуэтки с шахтерами. В ответ командир корабля вручил главе города продукты с орбиты – консервы, сладости и сушеные овощи. Мы бы хотели преподнести вам в ответ. Это пока небольшая часть нашей космической пищи. Спасибо. 165 дней на орбите космонавты совместно с астронавтами готовили станцию к приему большого нового российского модуля и разгружали грузовые корабли. Во время экспедиции было выполнено 42 эксперимента, из них 34 с участием экипажа. Не обошлось и без эксцессов и нештатных ситуаций. Станция громаднейшая, огромнейшая, сложнейшая машина. И невозможно, когда в ней что-то не отказывается. У нас, да, у нас были сложности на выходе. Трифы, Луки, они блестяще справились с этим. Проблема, конечно, не сделала все, что могли, но техника отказывает иногда и имеет на них право. Мы, наверное, не имеем права. Техника отказывает. Сразу после приземления спускаемой капсулы двое членов экипажа приняли участие в российско-американском эксперименте по подготовке к высадке на Марс. Опыты прошли прямо возле места приземления. Нужно было встать, пройти определенную дистанцию, потом так называемая защита от падения. То есть нужно было подняться из положения лежа самому космонавту без посторонней помощи и выстоять в течение трех-трех с половиной минут. После возвращения трех космонавтов на Землю на станции продолжат свою работу экипаж МКС-37 Федор Юрчихин, Лука Пермитана и Карен Найберг. Командир экспедиции Павел Виноградов, к слову, 2 сентября отметил 60-летний юбилей, став самым возрастным человеком, который когда-либо работал в открытом космосе. Кстати, карьеру космонавта россияне завершать не собирается. За незаконную охоту задержали двух жителей поселка Агадырь. На днях сотрудники природоохраны и полиции Шетского района обнаружили в их машине около трех килограммов мяса, предположительно туши Архара. Правоохранительные органы также изъяли гладкоствольное оружие 12-го калибра. Сейчас назначены необходимые экспертизы, проводится следствие, пояснили в пресс-службе областного ДВД. Задержанные дали признательные показания, что Архара подстрелили во время охоты на территорию Шетского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 288, часть 2 Уголовный кодекс Республики Казахстан. Это незаконная охота. Назначены все необходимые экспертизы, проводится расследование. Ерки Май, магазин для маленьких баловней, заработал в торговом доме «Абсолют» города Караганды. Самые качественные товары для ваших детей со всего мира. Родители, не потеряйте своих детей в отделе игрушек. Яркие, разнообразные, на любой вкус. Для мальчиков и для девочек. Развивающие и развлекающие. Глаза разбегаются. Дети, не отпускайте родителей от них в отделе одежды. Они оттуда не выйдут самостоятельно. Прямые поставки из России, Китая, Турции, других стран не только удовлетворяют тонкий и изысканный спрос покупателя, но и заставляют задуматься. Надо выбрать лучшее из лучших. Мировой стандарт. Очень много новинок. Сейчас поступила новая коллекция одежды Турция. Цены порадуют всех покупателей. Радуют не только цены, но и отношения обслуживающего персонала. Вам помогут, расскажут о товаре, посоветуют. От рождения своих детей до их десятилетия вы сможете найти товары для них в Ерке Майе. Премьер-министр Республики Казахстан посетил строящийся рудник Казахмыса. Серик Акметов в рамках рабочей поездки по Лаводарскую область ознакомился с ходом строительства горно-обогатительного комплекса на медном месторождении Буржаколь. Мирамгуль Салкимбаева с подробностями. На 0,30, кроме минимума, промышленные требования, мы проект составили на 0,20. То есть мы будем идти с широким фронтом и все забалансовые руды, которые были. Строительство нового рудника идет уже второй год. Первую руду здесь добудут в 2015 году. По планам корпорации, годовая производительность здесь будет составлять 30 миллионов тонн полезного ископаемого в год. Пока же проходят подготовительные работы. Приобретена основная часть оборудования, рассказывает глава горно-обогатительного комплекса Толга Таханов. Здесь уникальность этого проекта состоит в том, что бортовое содержание, то есть про минимум требования промышленности, было составлено 0,30 бортовое содержание. Здесь мы планируем добычу 0,20. То есть мы вовлекаем все запасы руды и балансовые, и забалансовые руды, которые были. И будем сплошным методом вести отработку. Толга Таханов также добавил, что работы будут выполнены в срок, а самое главное – качественно. В частности, подъездная дорога будет завершена во втором квартале 2014 года. А уже до конца этого года здесь проведут линию электропередач. И начнутся поставки карьерных самосвалов и экскаваторов. В строительстве рудника задействованы порядка полутора тысяч человек. Для них созданы все условия. Даже есть временное общежитие. И хотелось бы здесь подчеркнуть, что из 1200 человек, 900 человек работают наши местные кадры. Это то есть с Бощеколя, с Экипо-Стуза, с Турт-Кудоха, именно которые обеспечены сегодня здесь работой. В дальнейшем здесь будут планироваться 1500 человек, постоянное рабочее место. Проект стоимостью около 2 миллиардов долларов реализуется в рамках масштабной инвестиционной программы группы «Казахмыс». Глава правительства Серик Ахметов ознакомился с планами предприятия и ходом работ на строительной площадке. Нареканий со стороны главы Кабмина не возникло. Карагандинский филиал фонда финансовой поддержки сельского хозяйства с каждым годом увеличивает помощь малому и среднему бизнесу на селе. Только в поселке имени Габидена Мустафина уже десятки индивидуальных предпринимателей с помощью фонда открыли свое дело. Селу имени Габидена Мустафина, как опорному пункту развития предпринимательства в районе, выделено 5 миллиардов тенге. Это на решение глобальных задач. Предприниматели, которые подтвердили свои бизнес-планы, обращаются за помощью в фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Придорожное кафе «Дастархан» расширяет свои площади. Работы ведутся благодаря кредиту фонда, а окупаемость уже просчитана частным предпринимателем. Для посетителей даже готовится посуда. По опорному поселку мы планируем 20 лишних проектов у нас. Именно через фонд финансовой поддержки. Пока у нас вот три человека, которые получили уже до трех миллионов. В планах Желодоспеково открыть где-то две единицы новые рабочие места. «Дастархан» тоже планирует около трех рабочих мест. Мини-быткомбинат Кокенов, он планирует открыть новые рабочие места, где-то порядка трех-четырех. Предпринимательство, особенно на селе, имеет свои риски. Может быть, поэтому не всякий сельчанин рискует открыть свое дело. Толеген Джо Лазбеков рискнул. Он учредил компанию «Баррикад». Будет заниматься комплексным сервисным обслуживанием компьютеров и техники. Уже есть помещения с будущей лаборатории, есть товары и скоро появятся первые клиенты. Помог кредит фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. В этом направлении мы работаем буквально два месяца. И большим для нас толчком, большим плюсом, большой помощью явилась поддержка фонда финансовой поддержки перепринимателей сельского хозяйства, который выделил нам кредит. И на эти средства мы организовали свою деятельность. Село – это не только хлеб, мясо, овощи, но и устроенный быт. Сельчане хотят жить не хуже и даже лучше горожан. Руслан Кокенов со своей супругой решили открыть мини-бытовой комбинат. Уже есть пошивочный цех, где шьют, ремонтируют одежду для односельчан. В парикмахерской не только стригут, но и могут сделать прическу для свадебного праздника. Люди потянулись к ним. Цены ниже городских. Качество не хуже, даже лучше. Плохо просто делать невозможно. Каждый друг друга знает. Спасибо этому фонду. Дали поддержку, толчок. И вот сейчас, дай бог, 2 миллиона кредита мы брали. На это закупили, сделали ремонт помещения, закупили оборудование, швейное, парикмахерское. Сейчас в дальнейшем еще хотим открывать цех по ремонту бытовой техники, запорный цех и оказывать услуги ближайшим населенным пунктам. В Мустафине, как опорном пункте, в перспективе хотят запустить межпоселковый автобус. А на следующий год планируется совместно с Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства запустить еще ни много ни мало 20 проектов предпринимательства. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В Караганде прошла 9-я областная конференция неправительственных организаций. Основной мыслью форума стало объединение институтов гражданского общества как главного фактора успешной реализации социально-экономических реформ в Казахстане. В работе форума принял участие Бауржан Абдишев, Аким Карагандинской области. Конференция прошла в преддверии 6-го гражданского форума Казахстана. Роль и значение неправительственных организаций в модернизации страны значительно. Именно они поддерживают гражданское общество в стремлении реализовать намеченные государством долгосрочные программы. Неправительственный сектор стал реальной силой, оказывающей существенное влияние на общественно-политическое и социальное развитие страны. Как вы знаете, президент нашей страны, лидер национальный установщик Назарбаев в стратегии Казахстана-2050 поставил новые задачи по модернизации политической системы в дальнейшем развитии местного самоуправления. Это станет стартом самоорганизации наших граждан, а также развитие новых подходов к деятельности неправительственного сектора, конечно же направленных на рост социальных инициатив самих граждан. Практика показывает, что наиболее значимыми являются социальные проекты, которые способны решать насущные проблемы общества. Занятость, защита социально уязвимых слоев населения, профилактика преступности и религиозного экстремизма. Сегодня мы должны быть там, где не хватает других государств. Мы не конкуренты сегодня государства власти, мы вместе. На форуме были подведены итоги фестиваля неправительственных организаций, целью которого является определение лучшего НПО и лучшего социального проекта этого года. Победительными фестивалями стали общественное объединение «Кредо» и «Арзу». Каждая конференция – это 200 человек делегатов со всех регионов нашей области. Они приезжают сюда рассказать о своих достижениях, о том, что у них получается, что нет. И мы, как правило, готовим свои рекомендации и предложения к предстоящему главному мероприятию для неправительственных организаций – Гражданский форум Казахстана. Он проходит тоже один раз в два года. И в этот момент, прежде чем мы все собираемся в Астане на главный форум… Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый Караганинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова